Ну давайте сначала представимся. Меня зовут Варя, я живу на острове Пхукет в Таиланде. Со мной также соведущая Вероника, она живёт в Калифорнии, в Америке. И наша прекрасная гостья, очень талантливая девушка, невероятная Светлана Сон. Мы так рады, что вы с тобой встретились. Мы с вами встретимся. Хочу сказать, что я сама давно слежу за вами, являюсь подписчицей. И я думаю, что очень многие у нас в Якутии также за вами следят. И будет очень интересно с вами поговорить. И думаю, что можно перейти на ты, да? Да, да, конечно. Ну давайте, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Так, о себе. Всегда мне это как-то неловко о себе рассказывать. Ну что могу сказать? Я из Якутска, вот, уже шесть лет живу в Корее. У меня муж кореец, трое детей. У меня есть свой интернет-магазин. Занимаюсь я блогерством, косметикой и бизнесом. Всем по чуть-чуть, да. Вот такая моя сфера деятельности. Как оказалось в Корее? Ну, собственно говоря, мы познакомились с мужем ещё в России. Поженились. Кстати, будет уже десять лет буквально на... Так, подождите, уже на этой неделе у нас будет годовщина нашей свадьбы, да. И получается, из десяти лет нашего брака мы шесть лет живём в Корее. Расскажи, пожалуйста, немножко о своём детстве. Какое было детство у Светы? В какой школе училась? О чём мечтала? Я училась в... Ну, в принципе, то, о чём я мечтала, можно сказать, там, ну, каким-то образом это всё осуществилось. Я училась в обычной школе, это была седьмая школа, вот, ну, школа иностранных языков. У нас был класс с углубленным изучением иностранного языка, вот. Вот, поэтому языки меня всегда привлекали, вот. Я поступила поэтому на японское отделение во Владивосток. В общем, я хотела, да, путешествовать, изучать языки, общаться с иностранцами. Вот, также у меня была мечта, наверное, стать телеведущей какой-нибудь, актрисой. И, кажется, блогерство, в принципе, это всё в себе совмещает. Там журналистика какая-то есть, и вроде ты и ведущий, и на сцене, вот. Вот, в общем, так что, можно сказать, вот так вот, как-то так сложилось. Интересно. А почему именно на японское отделение? Почему на японское? Ну, вообще, тогда была очень популярна Япония, очень были популярны аниме, очень была популярна японская культура, и это всё было очень интересно. Именно поэтому мне хотелось поехать в Японию, выучить японский язык. Вот, а надо было учить корейский. Ну, ты корейский сейчас и не заблудеешь. И английский, и корейский. Ну, я не, ну, как бы, нет, мне ещё надо его учить, надо учить, поэтому не могу сказать пока, что я им владею. Ну, конечно, я всё понимаю, но речь моя желает оставлять лучшего, потому что язык нужно всё равно учить. То есть, хоть я и живу в среде, у меня практики не так много, да, потому что всё равно большая часть моей жизни проходит на русском языке. Как бы, хоть я и живу в Корее, вот, с корейцами не так много общения, чем с русскоязычными. А что сейчас с японским языком твоим? Как он? Ну, если меня забросит на год в Японию, то я его вспомню. Я выживу в Японии. Вот, такой уровень, наверное, у меня японского сейчас. Потому что язык без практики всё равно забывается, умирает, его нужно каждый день всё равно практиковать. И японский у меня... Я его подзабыла, честно. Поэтому, ну, когда я ездила в Японию год назад, ой, или какой, два года назад, да, получается, до пандемии, мой мозг как бы вспоминал японский язык, поэтому это где-то на подкорке уже есть в любом случае. А как дети, да, дети на каком языке разговаривают? Ну, я знаю, что муж говорит, да, свободно по-русски. Да, 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 муж говорит по-русски. Между собой с мужем мы общаемся по-русски, с детьми мы общаемся на русском. А дети между собой говорят по-корейски, с папой по-корейски, со мной по-русски. Вот, у нас, то есть, такое правило в семье, что с каждым родителем мы разговариваем на языке родителя. Вот, конечно, у детей корейский намного лучше, потому что они всё равно живут в Корее, они себя считают корейцами. Вот, русский язык, они всё понимают, говорят, но не так хорошо. Как бы, ну, мы занимаемся русским языком, они читают, пишут, вот, буквы знают, поэтому репетиторством, самообразованием как бы русский язык мы занимаемся. Да, это очень хорошо, потому что довольно сложно. А ты сама говоришь по-якутски? Да, понимаешь, я знаю, говорю, понимаю, да. Немного с акцентом я говорю по-якутски, но я всё понимаю и говорю. Свет, а вопрос тоже касательно языков. Ты находишь связь якутского и корейского, так как они к одной группе относятся? Ну, да, очень похоже в плане того, что построение предложения, грамматика такая же, как в якутском языке. Вот, и очень много похожих, конечно, именно звуков, и поэтому произношение для нас намного проще даётся, например, чем для европейцев, которые не могут произойти какие-то звуки там «нэ», там вот эти носовые звуки. Ну, легче, легче учиться. Не могу сказать, что есть похожие слова, но именно принцип построения предложения такой же. А до переезда в Корею в каких странах была? Ну, я не могу сказать, что была так во многих странах. В Европе была, в Китае была, в Таиланде, в Египте. Ну, в общем, такие туристические страны, наверное, которые многие из нас посещали. После переезда в Корею тоже мы там много путешествовали, пока не закрылась корона. Вот, ну, ну, вот так вот. Не могу сказать, что было много стран в моей жизни, но на нескольких континентах успела побывать. А всё ещё впереди. Конечно, да. Всё ещё точно впереди. Твои подписчики знают, да, читая тебя, что у вас удивительная история love story с мужем, знакомство. Ну, мне кажется, обычная. Немножко расскажи об этом. Как познакомились и как ты оказалась именно в Южной Корее? Познакомились мы, как мне неудивительно, в ночном клубе. Вот, и такие знакомства тоже бывают. Это была студенческая вечеринка, которую мы, кстати, как раз организовывали. Это было землячество, якутское землячество. Вот, и мы организовывали его в Владивостоке для студентов из Якутии. У нас там очень много студентов из Якутии училось. Я была как организатором. Мы всегда были как-то такие активисты среди наших студентов из Якутии, в Владивостоке. И часто организовывали вот такие землячества. И на одной из таких землячеств как раз моя подруга и пригласила корейцев, которые учились в нашем университете. То есть это была закрытая вечеринка, туда не могли попасть просто, ну, люди с улицы, только друзья, знакомые, близкие или студентки из Якутии. Вот таким образом мы и познакомились тогда через мою подругу. Она как раз фанатела от Кореи, она обожала корейцев, корейские сериалы. Я вообще ничего этого не знала, не обожала, потому что я была далека от Кореи. Ты была в аниме. Да, мне как бы другого интересовало. Но так познакомились, подружились. И потом уже через какое-то время уже начали встречаться и уже через три месяца жить вместе. Вот, а через четыре года у нас уже произошла свадьба. И уже дети родились. Не могу сказать, что всё было быстро, не могу сказать, что всё было быстро, но как-то так всё постепенно, логично. Вы сначала жили во Владгейстоке, а потом сейчас живёте в Сеуле, получается, вдали от бабушек, дедушек, да? Получается, что вы сами смотрите своих детей без помощи нянь, или как удаётся вот так выстраивать и работу детей и семью? Ну вот, как-то вот так вот получается. Да, изначально не было помощи. Ну не то, чтобы она нам была так нужна, да, ну как бы так мы привыкли просто сами уже изначально. То есть он жил не в своём родном городе, я не в своём родном городе, да, где нет ни его родителей, ни моих родителей. И как-то так даже мысли не было, что можно помощь подавать, что можно няню там нанять. В общем, как-то так сложилось. Не могу сказать, что сложно. Ну нормально, мы привыкли. Вот, поэтому иногда, конечно, мама ко мне приезжала до тех пор, пока она была жива, помогала. Но после переезда уже в Корею, то есть мы здесь, ну как бы сами, несмотря на то, что родители как бы живут у мужа в Корее, но они живут на острове. Вот, и им тоже, да, прилетать к нам. Ну и дети уже выросли, поэтому мы к ним летаем в гости, там их оставляем, и уже если нам нужно куда-то съездить, если там отдохнуть вдвоем, на несколько дней мы можем выбраться в этом плане. А так мы уже привыкли. Поэтому друг друга, если что, я на подхвате, если что, муж на подхвате. По очереди работаем, гуляем, отдыхаем. Вот, делами занимаемся. Ну, либо везде с детьми. Вот так потихонечку с малышами ты открывала вот свои проекты, да, интернет-проекты. Да, 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 с детьми. Ну, наверное, просто как бы это... Я не вижу в этом сложности, вот. А кто не видит сложности, наверное, ну, он не видит каких-то препятствий, поэтому для меня дети не были проблемой, там, заниматься саморазвитием, своим бизнесом вообще никогда. То есть это, вот, я родила, всё, я теперь сижу дома, что ж мне делать, да. Ну, как бы у меня не было такого. Родила, пошла, пошла, да, всё работает. Вот. Ну, как-то мне... В общем, по-другому я не представляю, как можно. Наверное, поэтому для меня это... Не могу сказать, что так легко, но не так сложно. Вполне нормально. А как ты, где и как ты черпаешь вдохновение? Как к тебе приходят идеи? Идеи. Так, ну, наверное, вокруг просто... Не могу сказать, что где-то конкретно всегда вдохновение меня ждёт, да, но просто даже, когда мы путешествуем, да, путешествия, наверное, больше всего открывают какие-то там глаза на что-то, да, что-то интересное ты подмечаешь. Это, наверное, путешествия. Потом те же друзья, которые тоже мотивируют, которые тоже добиваются каких-то успехов. Вот. Это меня мотивирует, да. Вот, путешествия. Ну, и дети. Дети не дают расслабиться. Мне очень нравится следить за Светой, да. Она всегда очень позитивная, всегда в ней много энергии. И хочется узнать, в какой семье ты воспитывалась? Сколько у вас детей, вот, в семье, братья, сестер? Я... Да, у нас многодетная семья. Я старшая. Наверное, поэтому, как бы, я уже с детства такая самостоятельная. Я знаю, что у меня там ещё трое детей, трое братья и сестёр. Вот, надо было помогать маме с папой. Вот, они всё время тоже работали. Ну, среднестатистическая семья. Мама, папа, работники. Мы учимся, да. И, как бы, у нас не была такая большая разница между братьями. То есть, четыре года, два и два. Ну, вот, грубо говоря, да. Вот, поэтому за младшими следила я. Помогала по дому, маме помогала. Ну, как-то так вот с детства. С самостоятельной. Ответственность. Да, к труду, к ответственности, к самостоятельности. Ну, и, наверное, к целеустремлённости. А что ты даёшь сейчас твоим детям? То есть, какими ты их хочешь вырастить? Ну, сейчас, конечно, вот в наших таких очень комфортных условиях вырастить такого самостоятельного ребёнка, как я, сложно. Вот, ну, что я даю? Ну, мне кажется, самое главное давать детям побольше свободы. Чем больше свободы, тем у них, наверное, будет больше самостоятельности. Вот. В этом плане родители мне давали свободу выбора, в принципе, во всём. И никогда меня не ограничивали. В чём-то я выбирала, чем я хочу заниматься, куда я хочу поступать. То есть, в этом плане родители мне не ставили ограничений. Я своим детям тоже таких ограничений ставить не хочу. И не буду только поддерживать и раскрывать, как бы, их таланты. Конечно, самостоятельность в плане, там, помочь по дому, какое-то расписание, чтобы было всё по плану, это тоже обязательно нужно, потому что без какого-то расписания, графика дети немножко так расслабляются и уже сами не знают даже, как, наверное, себя, может быть, вести. Ну, в любом случае, во взрослой жизни им это не пригодится, да, если они в детстве не знают, например, да, что надо заправить кровать, что за собой надо убрать, да, что нужно помыть посуду, там, ну, вот какие-то такие бытовые мелочи, которые во взрослой жизни им хоть как-то облегчат их самостоятельной жизнью. Вот, ну, наверное, это самые такие основные моменты, которые хочется... Талантов, да, затронули вопрос талантов. У тебя такие классные интернет-проекты, да, и ты где-то упоминала, что ты считаешь себя хорошим продажником. Ну, да. Вот это, что, какими качествами должен обладать такой человек? Такой человек, ну, мне самое главное, кажется, что он должен быть эмпатичным к людям, да, то есть понимать людей, вот, любить людей, потому что если ты не любишь, да, и пытаешься что-то втюхать и придать, то, ну, как бы не получится. Вот, потом верить в то, что ты делаешь и в то, что ты продаешь, любить свой продукт, любить свой товар, и тогда у тебя будут это покупать. То есть то, ну, наверное, как основной секрет, ну, никак не секрет, да, основное правило любых продаж это то, что ты должен верить во то, что ты продаешь и что ты предлагаешь людям, и это должно приносить тебе не только прибыль, да, но и пользу для людей какую-то конечную. Вот, тогда хорошо продажи должны быть. Вот, это, наверное, ну, как бы такой основные моменты в продажах. Да. Ну, сейчас мой основной проект, конечно, это же мой интернет-магазин и битбоксы. Вот, проект с битбоксами уже пятый год пошел, и интернет-магазин уже два года, два с половиной года. Вот каждый, вот так вот выглядит мой битбокс, сейчас вам покажу. Молодец, кто не знает, да, изначально, в общем, идея как зародилась, ну, как обычно, случайно. Я сидела в кафе, в старбусе пила кофе, вот, и у меня разные мысли посещали мою голову, и я думала, ну, вот, я хочу заниматься косметикой, мне нравится косметика, я в Корее, и мне люди просят, чтобы я помогла им отправить косметику, что я могу такого сделать, чтобы это было, ну, как бы, людям полезно, и, с одной стороны, как бы, тоже интересно. И вот таким образом родился проект битбоксами для каждого типа кожи по корейской системе ухода, то есть, чтобы это было не просто набор каких-то средств просто заброшенных, да, в коробку, вот, берите, покупайте, а для чего, зачем, почему, потому что, ну, как бы, я сама понимаю, что девушка, не все девушки разбираются в косметике, и очень большой выбор косметики, и очень легко запутаться во всем этом. И хотелось, чтобы каждая понимала, что один крем не подходит для всего, и один крем не подходит для всех. Мы, у всех, мы разные, у всех индивидуальных особенностей на коже, да, у кого-то там высыпание, у кого-то чувствительная кожа, у кого-то пигментация, поэтому нельзя просто предлагать все. И уход, он должен быть там комплексным, и вот корейская именно система ухода меня очень, во-первых, выручила мою кожу, вот, я в нее сама поверила, поэтому мне захотелось такой продукт и девушкам тоже предлагать. Вот это сейчас мой основной проект с битюбоксами, ну, и мой инстаграм, это мой блог, плюс, конечно же, это мои бьюти-курсы и инфопродукты, то есть я провожу вебинары, знакомлю девушек с косметикой, как правильно ухаживать, как подбирать себе средства, вот, это все. Как раз сейчас распродажа же, да, скажи пару слов. Да, сейчас, да, сейчас у нас летняя распродажа на бьюти-продукты, инфопродукты, это на вебинары, на антивозрастные гайды, гайд-чек-листы, в общем, каждая сможет себе приобрести тот гайд или тот вебинар, который поможет как-то как-то разобраться в своем уходе. Действительно, очень много информации, да, и, например, мне как любимому человеку в бьюти-индустрии, да, мне очень сложно, мне проще, например, зайти к тебе и посмотреть, что можно купить, например, да. Я думаю, что очень классные продукты, инфопродукты создает Светлана, так что тоже хотела сказать вам. Да, спасибо большое. Ну, да, я этим стала заниматься полтора года назад, но, и могу сказать, что это было в новинку, и, конечно же, я сомневалась в себе, но отзывы девушек говорят об обратном, поэтому я в себя как бы верю в свои продукты, потому что они, ну, реально приносят пользу, могут принести пользу, если как бы ими правильно пользоваться. Света, расскажи, пожалуйста, как уже эксперт в этой области, как ты проходишь обучение, обучаешься ли ты у корейских, допустим, блогеров, тех, которые проводят также вебинары на тему косметики? Конечно, я изучаю очень много разных информаций, на самом деле информации очень много, прохожу также, конечно же курсы, и чтобы это все пройти, нужно тоже большое количество времени. Я слушаю, и в основном я ориентируюсь, конечно, на корейских экспертов и на западных экспертов, но также я ориентируюсь на экспертов в косметологии, например, в России, да, там есть дом русской косметологии, который обучает косметологов, дерматологов, вот, я слушаю лекции таких профессионалов. Варя, вот поступили вопросы, давай поспрашиваем, да, чтобы у нас время было. Можете ли рассказать, Светлана, с чего начался онлайн-бизнес? Думаю, что Светлана немножко уже об этом рассказала, да? Да, он, ну, он у меня начался достаточно давно, на самом деле, сколько уже, 10 лет, это было первые мои продажи, это было ВКонтакте, вот, социальная сеть, у меня там была группа, и я ее создала, и тогда уже продавала одежду из Кореи, то есть это было по заказу из Кореи. Таким образом, можно сказать, это был мой первый опыт именно в онлайн-продажах через интернет. А как происходит логистика по отправке битибоксов, да? Ну, мы сотрудничаем с компаниями, то есть это ЕМС, это Корейская почта и Карго, то есть у нас несколько способов отправки битибоксов, но в основном, конечно, это АВИН. По всему миру. Да, по всему миру, но сейчас, к сожалению, не все страны доступны из-за пандемии, а есть список стран, куда мы отправляем, ну, это очень большой список стран, конечно же, это и Америка, и Европа, и Россия, и Беларусь, и Германия, и Казахстан, Украина, большой список стран, ну, практически, где все увлекаются там корейской косметикой. очень мало стран, куда мы пока еще не можем отправить. Да, потому что это важно, потому что иногда попадается подделка, поэтому достаточно надо будет, ну, лучше следить, вот, чтобы не попалась подделка и покупать у проверенных. Ну да, я согласна, сейчас очень большой наплыв контрафактной косметики корейской, особенно на рынке СНГ, особенно даже на крупных всяких маркетплейсах, и очень много подделок из Китая, к сожалению, вот, тем самым они как бы подрывают репутацию там корейских брендов, это очень обидно. Вот, и очень много брендов вообще, которые непонятны, неизвестны, и совершенно в Корее продаются, например, там, в странах СНГ, мне практически каждый день пишут, а вы знаете этот бренд, вы знаете этот бренд, я говорю, нет, не знаю, здесь это неизвестно, но у нас его очень так раскручивают и пиарят очень сильно. Да, такое тоже есть. Можно ли как-то вот отличить подделку на глаз? Ну, это очень сложно, во-первых, да, для того, чтобы отличить подделку, надо знать, как выглядит оригинал для начала, вот, и хотя бы раз там, купив оригинал и купив подделку, вы уже будете примерно понимать. Ну, смотреть на шрифт, конечно же, обязательно смотреть на то, какого качества упаковка, смотреть, стоят ли сроки годности, потому что обязательно должен быть стоять срок годности, не на всех брендах он есть, потом многие бренды себя защищают с помощью QR-кодов и магнитных голограмм, да, то есть можно зайти на официальный сайт, посмотреть, как должна выглядеть оригинальная упаковка и хотя бы так сравнить. Ну, и, конечно же, не надо вестись на дешевую стоимость, не всегда, да, это хорошо. В Корее все очень хорошо ухаживают за собой, я вот, когда ездила в Сеул, поразилась тем, насколько ухожены люди. Ну, девушки, само собой, да, даже мужчины, у них у всех прямо как будто бы сияла кожа. Да, это было, конечно, очень большое впечатление о Корее первое, что у всех людей прямо как будто светится лицо. Да, да. Изнутри, да. Да, да, и действительно можно добиться такого качества кожи, да. Но кроме косметики, чем еще пользуются кореянки? Потому что сколько бы ни мазал, все равно же стареешь. Ну, конечно, конечно, они не только косметикой пользуются, но и ходят в клиники косметологические. Это так же, как, как сказать, как, в общем, это их обычная тоже процедура, рутина, там, раз в месяц ходить к косметологу хотя бы на какие-то там увлажняющие процедуры, очищающие. Ну, а ботоксом тоже увлекаются. Здесь как бы в этом плане у них отношение другое, не как у нас, то есть, да, то есть для них выглядит хорошо, и чем раньше начинать за собой ухаживать, тем лучше. Это мы оттягиваем до последнего. Ну, ладно, вот будет мне 35, тогда куплю антивозрастной, но я же еще не старая. Но мне же еще рано колоть ботокс, я же еще молодая. Ну, а кореянки нет, у них нет такого, то есть. В этом плане. А сколько она стоит, похоже, к косметологу? Ну, смотря какая процедура, если это просто, например, чистка и маска, ну, в пределах там 70-100 долларов. Это где-то около 6-7 тысяч рублей, да? Да, 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 да. Ну, обычно, если кореянки ходят в клинику, то покупается такой пакет, да, то есть у тебя там пакет услуг, обычно он дешевле, вот, там комплекс разных процедур, которые ты посещаешь, например, в течение трех месяцев, или в течение двух месяцев, или полугода, да. Да, как абонемент в клинику, да, и у тебя там расписана твоя индивидуальная программа. А для времени мы жили в Канхаре, ага, и, ой, извините, перебиваю, и там были салоны, назывались Кхалитина, и надо было покупать абонемент на год и каждую неделю ходить. Вот, очень интересную процедуру там проводили, вот тогда я впервые столкнулась с понятием абонемента, это было в 2006 году. Да, здесь разного как бы не ходят, да, здесь, обычно это какой-то пекечка бывает. Да, да. Я лежу и спрашиваю косметолога, подскажите, пожалуйста, а как часто надо ходить к косметологу? Она говорит, ну, можно один-два раза в месяц, но если вы любите себя, то можете каждую неделю, то есть такая вот наша вопроса. Интересно, да, насколько вы себя любите? Насколько вы себя любите, чем чаще будете ходить. Вот такие есть, наверное. Да. И про блогинг, да, я хотела ещё спросить. Вот ты сама очень талантливо ведёшь блог и писала, что до 2019 года полностью всё сама делала, да, и собирала боксы, и вела блог. И я помню, что пару раз я писала какие-то комментарии, ты всегда отвечала. Как вот удается всем успевать отвечать, или какая у тебя вот система? Ты через телефон отвечаешь, или через какие-то есть программы, которые через компьютер дают? Нет, через телефон. Но я до сих пор сама веду блог. В блоге у меня нет помощников, да. То есть блог — это полностью стори, отвечаю всем, я пишу всё, я иду фотографии иногда с фотографом делать, а так как бы полностью весь контент делают, ну, только я. У меня нет помощников в блоге. Ну, вот как-то так между делом. Огромный труд. Да, это такая колоссальная работа и большая любовь к людям. Ну, сейчас у меня, да, сейчас у меня просто мало времени. Света, а скажи, как ты планируешь, допустим, введение своего блога, если мы затронули эту тему? Допустим, у тебя есть цели какие-то, да, допустим, сегодня я должна поставить там 10 сторис. Есть ли у тебя программа, которая готовит твои, допустим, сегодня я пишу о косметике, завтра я напишу о семье? Какой-то такой рассказ. Нет, у меня вообще нет контент-плана. И на самом деле это очень плохо. Я такой блогер, который просто вот по наитию делаю. То есть у меня нет контент-плана какого-то четкого. У меня все происходит в лайве. То есть пошла, сняла, пошла, сняла. Конечно, есть какие-то темы, которые я планирую в своих заметках. Есть какие-то сторис, которые я должна сделать, которые в своей голове я обычно это просто держу. Ну, я знаю, что вот, например, завтра хорошо было бы рассказать про это, вот, а послезавтра там... Нет, про послезавтра я не думаю, я думаю только на завтра. Вот. Что бы можно было сказать про завтра, а там про это? Вот. Ну, это все, что как бы я расписываю. Вот так вот. Не очень, как сказать, никак обычно нужно делать блог. Обычно сейчас кто ведет блог, вы наверняка там знаете, да, должен быть контент-план четкий там хотя бы на ближайшую неделю, там хотя бы на две недели. Вот, конечно, если касаемо магазина цвет Song Beauty, там у нас все как бы контент-план, полностью там все-все-все мы готовим. Вот. Для своего личного блога все идет по наитию. Вот так вот. Ну, мне так проще, на самом деле. Я не могу вот по плану все выполнять, потому что, ну, и жительным так каждый день что-то новое у тебя происходит, ты не можешь как бы свою жизнь под план подписывать, да, какой-то неинтересно, мне кажется. Вопрос от Николая нашего. Говорят, корейская сауна это целый комплекс. Можете немножко рассказать об этом? Я обожаю корейскую сауну, вот, пожалела, что вчера не пошла туда. Комплекс, да, обычно это несколько, то есть корейская сауна, туда приходят люди отдыхать, да, обычно с семьями, с друзьями встретиться, да, то есть это не просто там пришелся, помыться, то есть это целая такая, как бы, традиция, чтобы собраться, вместе провести время, поесть, просто полежать. Обычно это общий зал, куда все в одной, как сказать, одежде мужчины и женщины собираются, ходят по парилкам, вот, там разного рода парилки, соляные, финские, вот, все ходят, ну, как бы, в одежде. Потом есть отдельная уже женская и мужская джакузи, где уже все, как бы, разделяются и идут, и там тоже есть такой особый, разные, как это называется, господи, забыла. Ну, джакузи. Джакузи, да, джакузи, где уже там все моются, расслабляются, кто-то идет на массаж. Вот, в корейской сауне можно остаться ночевать 24 часа. В принципе, если у вас какой-то перелет, и вас, например, не особо хотите тратить деньги на гостиницу, то можно пойти в корейскую сауну, это будет прям идеально. Провести время там, отдохнуть, помыться, поспать и полететь дальше. Ну, мы очень-очень прекрасно так и делали, да. Потому что, например, поход в корейскую сауну стоит там 10 долларов, грубо говоря, 10-12 долларов. А отель в Сеуле стоит там, ну, минимум, 70-100 долларов, да. Мы обычно летаем в Сан-Франциско, Сеул, Якутск. И в следующий раз я обязательно, наверное, останусь в сауне. Да, в кино всегда герои ночуют, ну, часто ночуют там в сауне, если некуда пойти, как бы у них там... Ну да, мы сейчас, к сожалению, не летаем. Сейчас очень много ограничений из-за ковида, да. Сейчас там, по-моему, только до 10 или до 11 часов работает, ночевать нельзя. Вот, и общие залы, по-моему, пока еще закрыты. То есть можно пойти только в джакузи. Как у вас сейчас вот обстановка с ковидом? Ну, пока не очень, к сожалению. Вот у нас сейчас самый высокий уровень как-то ограничений, да, как правильно говорится. Вот, получается большой рост заболеваемых, больше даже, чем в первую волну. Но, тем не менее, людей постепенно вакцинируют. Вот, в августе начнется вакцинация уже тем, кому 40 и младше. До этого вакцинировали всех, кому до... кто старше 40 лет. Вот, вакцинация происходит медленно, потому что вакцины не хватает, и, в принципе, все корейцы готовы ставить вакцину, и никто, как бы, не... Нет, не... Не находят причин, да. Не находят причин, да. Они, наоборот, хотят поскорее поставить, чтобы, наконец-то, спокойно путешествовать. Вот. И самая главная мотивация, наверное. Ну, ограничения есть, ограничения есть. После шести, например, сейчас мы не можем собраться больше, чем два человека. Все кафе и рестораны работают до десяти. Ну, вот это вот самое такое. Ношение масок обязательно? А, ну да. К этому мы уже привыкли, это для нас... Да-да-да, Азия привыкшая к этому. Да, маски, маски везде носим, да. Ну, школы, сады работают в обычном режиме? Да, да, все работает. Ну, хотя нет, работники крупных компаний на удаленке, например, у меня муж работает из дома. Они в офис не ходят сейчас. Как ему работа из дома? Потому что здесь многие сотрудники больших IT-компаний жалуются, что у них огромный объем работы. Если они раньше там могли немножко время провести там между с митинга на митинг, да, со встречи на встречу, сейчас у них этого времени нет, потому что они прикованы к столу, и плюс они видят, что жена что-то работает, ребенок бегает, и надо тут помочь, там что-то сделать. Да, ты сумасшедший. Да. Я ему не завидую, если честно. Куда я могу сбежать? Вот, но ему нравится. Он, наоборот, говорит, мне классно. Ну, вообще замечательно. Как бы он дома, ехать никуда не надо, встал, пошел, да, холодильник рядом, диван с телевизором тоже, если что, прилечь можно. Вот. На дорогу времени тратится, на сборы времени тратится, да. Ему нравится. Ну, на встречу он может ездить, если ему какие-то встречи с клиентами, он ездит. Так как бы, он говорит, и мне даже так лучше. То есть, всегда позитивное мышление помогает, да. Расскажи, пожалуйста, чем любите заниматься в свободное время? Может быть, какие-то хобби, увлечения, кроме блога, работы? Ну, в свободное время, лично я или вообще? Да, с семьей. Да, с семьей, фильмы, музыка. Да, с семьей. Ну, в свободное время, да, я, конечно, провожу с семьей обычно, там, на выходные куда-то выезжаем, вот, развлекать детей. А так, ну, мое лично свободное время, не могу сказать, что его много, но я для себя нахожу, я люблю, например, ну, для меня сейчас это пробежка, да, там, пойти на пробежку, побыть просто собой, со своими мыслями, вот. Вот, раньше был пилат, но сейчас как-то спорт дал, к сожалению, в маске заниматься из-за ограничений тоже не очень хочется, но, видимо, скоро придется, вот. В корейскую сауну тоже люблю ходить, ну, и, конечно, кино посмотреть, почитать, с друзьями, с подружками встретиться, вот. Все, как у всех. Какое отношение к кей-поп? Мое отношение, да, нормальное, хорошее. Вот, не могу сказать, что я фанатка, вот, но, по крайней мере, после переезда, ну, в Корею я оценила и корейское кино, и корейскую музыку, вот, и, ну, начала понимать, почему многие, например, она очень нравится лучше в мире, да, потому что, ну, как бы, оно очень разное, как музыка и фильмы, и, мне кажется, люди с любым вкусом могут себе, ну, что-то найти. Да, и в Корее также очень прямо огромное разнообразие мест для детей, да, когда вот мы жили в Сеуле, мы прямо каждый день, каждый божий день ходили в разные развлекательные центры, их было достаточно много, и каждый день, вот. Ну, да, каждый день с тремя детьми, к сожалению, не находишься, потому что станешь банкротом, мы ходим хотя бы, ну, как бы, раз в неделю, мы стараемся куда-то выезжать, вот, дети у нас любят кемпинг, обычно это, ну, куда-то едем за город, нам очень нравится, да, на природе, ну, как на природе, в кавычках, проводить время, вот, либо парки какие-то, ну, если с погодой не ладится, то торговые центры что-то делать. Вот. Все готовили корейскую еду, вот, ту самую, да, как, ну, как здесь, можно сказать, тогда я сразу полюбила, у меня вообще не было. Я, конечно, слишком остро есть не могу, но кимчи я люблю, если вот, например, три дня я не поем кимчи, мне уже чего-то не хватает. Прямо, у вас даже Майя, да, у вас даже Майя ест острая же, да, малышка? Да, да. Она все ест прямо, я смотрю и восхищаюсь, как она осьминога, там, любую траву, моих детей вообще не заставишь. Ну, да, это, наверное, именно потому, что она родилась в Корее, и у нее вообще, она может, правда, все есть. Я даже не знаю, что она не любит. Ну, это здорово. Да, и вообще еще классная идея у тебя была вот насчет готовки мужа, как он вот красиво готовит, и вот у вас есть вот эти рецепты, да? Да, рецепты, да, рецепты у нас есть, да, и он тоже готовит, ему нравится готовить, многие думают, что я его заставляю, но мне кажется, невозможно заставить человека готовить так, нет, нет. Но он себя тоже это постепенно раскрыл, не могу сказать, что он готовил с первого дня нашего знакомства, нет, вообще не так было. В России, можно сказать, только я готовила, вот, и он мог мясо с ангипсаль пожарить. А потом как-то постепенно, постепенно, может быть, я дала ему какой-то доступ на кухню, и он там разгулялся, и уже я вообще, да, можно сказать, скоро вообще, может, не буду подходить. А если тебе удается найти время, что ты любишь готовить? Я люблю то, что можно приготовить быстро и легко, и, ну, как бы так, минут за 15-20, чтобы блюдо было готово. Вот какие-нибудь запеканочки там, что-то быстро-быстро, не люблю слишком замороченные блюда. Ну, и выпечка тоже не моё. Из русской кухни что любят дети и муж? Пельмени, конечно же. Пельмени, шашлыки, пельмени, шашлыки, самые любимые. Сырники любят тоже. Светра, скажи, пожалуйста, если бы у тебя не был бы выбор, да, если бы ты оказалась на необитаемом острове, у тебя был бы выбор здесь взять с собой минимум из косметики, что бы ты взяла? Ну, конечно же, я бы взяла очищающую пенку, увлажняющий крем и солнцезащитительные средства. Вот, обязательно. Три самых важных. Да, у меня есть вопрос личного характера, да? Скажем так. В какой-то случае. Дело в том, что вот мы живём в Таиланде, да, и тут всё время жарко, каждый день, минимум плюс 30 градусов, да, солнцезащитительные. Влажность, то есть, если я на себя, там, тоник, сыворотка, крем, солнцезащитный крем и плюс ещё тональный крем, это будет очень много сывороток. Да, да, да. Какой вот минимум обязательно? Ну, а какой у тебя тип кожи? У меня, наверное, сейчас уже нормальная кожа, потому что здесь очень влажно, и, в принципе, сильно увлажнять, там, питать, как бы особо нету надобности. Ну, я бы, наверное, ну, вообще, когда мы едем какие-то в жаркие места, да, то, конечно же, это обязательно тоже хорошее очищение должно быть, вот, тонер, и я бы выбрала, например, сыворотку по, было бы у меня две сыворотки, например, одна сыворотка, это увлажняющая, вот, на день, а вторая сыворотка, это уже по конкретным проблемам, ну, возможно, какая-то антивозрастная, которую бы вечером можно было использовать. И в дневное время увлажняющая сыворотка и солнцезащитный крем, в принципе, этого достаточно, то есть солнцезащитный крем желательно с увлажняющими какими-то тоже компонентами, потому что сейчас солнцезащитные крема, они по себе тоже носят функцию дневного увлажняющего крема, поэтому его достаточно, а как дополнительный уход, там, антивозрастной, то есть его оставлять на вечер, а в дневное время, то есть минимальное средство использования. А есть ли какие-то средства, которые нельзя использовать при сильном, ну, как бы, когда сильно солнечно, например, в составе, когда есть что-то? Ну, да, 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 нежелательно, конечно, в уходе использовать много кислот, но это все тоже зависит от того, насколько вы защищаете свое солнце от кожи и как часто вы обновляете свой солнцезащитный крем, и как часто вы находитесь на улице, да. Ну, наверняка, если ты живешь в Шаиланде, то обновляется солнцезащитный крем, потому что солнце везде, оно всегда, то обязательно нужно обновлять СПФ. Можно обновлять там с помощью кушана, можно обновлять с помощью СПФ-спрея, ну, это удобно. Вот, поэтому обновлять обязательно нужно, и если вы обновляете, то, в принципе, нет таких ингредиентов, которые нельзя использовать. Но есть, например, кислоты лучше оставить, допустим, на вечер, да, ретинол тоже на вечер лучше использовать. Вот, но витамин С можно использовать в утреннее время, и с СПФ ничего не будет у вас. Как здорово, да, что мы так ловко узнали свои вопросы. Свет, а вот ты нам показывала бьюти-бокс твой вначале. Да, давайте посмотрим, откроем коробку. Меня вообще видно, что я себя вижу только за комментариями. Да, вот, я тебя вижу, но я себя вижу тоже за комментариями. Может, Варя, ты сможешь? Мне кажется, по-другому никак уже не сделать, да? Если ты нажмешь чуть пониже где-то комментарий, то комментарии уйдут вниз, и мы сможем увидеть коробку. Так, ну ладно, главное, чтобы меня видели люди, да, наверное. Сейчас видно, вот, Мила, да, у вас стоит. Так, да, я хочу вам показать наш бьюти-бокс. Это у нас бьюти-бокс с бестселлерами. То есть мы собрали бьюти-бокс нашими такими лучшими средствами. Средства, которые подойдут, в принципе, для любого типа кожи. И проверенные не только мной, нашими клиентами и девочками, которыми работают в офисе. И мы все, как говорится, их одобрили и рекомендуем. Вот. Это в стиме любимый крем-щербет для очищения и удаления макияжа бренда Банила. Он с тыквой, очень невероятный, нежный и хорошо удаляет макияж. Даже водостойкую тушь. То есть если вы пользуетесь макияжем, если вы используете SPF, то он поможет вам удалить его. Это первый этап. Вот. Потом у нас в составе здесь идет эта пеночка от бренда Клавио с белым жемчугом. Очень экономичная, 130 миллилитров. Очень нежная, деликатная. Я тоже ее очень люблю. И также имеет антивозрастной эффект и выравнивающий тон. То есть она такая. Вот. Потом здесь идет легкая увлажняющая сыворотка с белым трюфелем от Neogen. Как раз таки, если вы живете в жарких странах, то она прям очень хорошо подойдет. У нее такая гелеобразная форма и очень хорошо увлажняет кожу. Плюс тоже антивозрастной эффект. Вообще антивозрастным уходом чем раньше, тем лучше начинать пользоваться. Начинаю увлажняющая маска от бренда L'Anish. Наверное, многие из вас ее знают. Вот. Она у них хит-продаж. Очень хорошо тоже увлажняет кожу. И у нее тоже такая легкая гелеобразная текстура. Это открытие, можно сказать, этого лета для меня, по крайней мере. Это солнцезащитная эссенция от бренда Abit. Вообще бренда Abit последние два года очень популярен в Корее. Не знаю, как в других странах, но в Корее он такой прям очень популярный становится. И нам он очень нравится. И вот солнцезащитная эссенция как раз таки заменяет солнцезащитный крем. То есть она увлажняет, успокаивает и обладает солнцезащитным действием. И еще мы сюда положили средства по уходу за волосами. Это тоже популярный бренд Maremo. И очень популярный у них вот этот хит-продаж. Сыворотка. Кератиновая маска для волос. То есть ее можно использовать вместо кондиционера. Вы моете волосы. Потом же обычно мы наносим кондиционер. Здесь на кончике буквально на 10 секунд наливается вот эта жидкость. И смываете. И оно очень замечательно запечатывает все секущиеся кончики. Волосы прям такие становятся живые, ровные и очень-очень такие бодрые. Вот такая вот кератиновая маска. Вот такой у нас ВИЧ-бокс с шестью. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть лет. Да. Вот. Здорово. Я была так рада увидеть свой крем ночной. Возвождая который. А маску можно смывать? Маска для волос? Да. Она смываемая. То есть ее можно использовать вместо кондиционера. То есть она может заменить кондиционер. Вот такой у нас ВИЧ-бокс. Эти средства прям все топ-топ-топ. Очень-очень классно. Не знаю, кому они могут не понравиться. Ну, это, наверное, только индивидуально. Ну, конечно же, индивидуальность у всех разная. Да, но исходя из опыта, как бы практически... Ну, у нас тут уже клиенты с разными типами кожи, да, у всех разные проблемы. И пока ни у каких нареканий в этом плане не было вот именно от этих средств. Хочу еще задать вопрос, да, про мужскую косметику. Какой минимальный уход? Я хочу пригласить наших мужчин тоже попробовать корейскую косметику, потому что реально это было невероятно. Смотреть, какая у них здоровая и красивая кожа у корейцев. Ну, вообще уход мужчины и женщины не отличается ничем. Вот, по сути. То есть базовый уход, как и для мужчин и для женщин, такой же. Да, уход для мужчины также подбирается по типу кожи и как бы сопутствующим каким-то проблемам на коже. Поэтому для мужчин также важно хорошо очищать, увлажнять и защищать кожу от солнца. Вот это самое основное. То есть мужчины, мне кажется, наши вообще, в принципе, про СПФ даже не думают. Да, и про увлажнение тоже не думают. Им главное помыть, все, а дальше там лосьон какой-то, тоник, да, там со спиртом нанести, чтобы пощипало. И все. Вот, но нет, нужно, если мужчины хотят выглядеть тоже ухоженно, чтобы у них была гладкая кожа, то тоже, вот как ваша жена ухаживает за собой, так же и вы ухаживаете. Да, потому что у мужчин же более плотная кожа, и она может дольше сохраняться молодой. Да, конечно, да. По идее, мужчины в любом случае будут моложе, чем мы, наверное, выглядеть, если будут за собой ухаживать. Да, 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 так и есть. Вы можете зайти на страничку Светы и подробно рассмотреть ее боксы, там очень все подробно описано и рассказано. Есть рабочая страничка, называется «Светсон Бьюти», но мы сделаем ссылки тоже. Спасибо, да. И у нас уже мало времени осталось, и хочу сказать, что у Светы еще в планах возможно создание своей собственной косметики, да? Ну, да. Присаживай, пожалуйста, от них в планах. Ну, сейчас мы в процессе, можно сказать, уже как все, и потихонечку начинает обретать какую-то свою оболочку. Это не возможные планы, это точные планы, которые осуществятся. Вот, надеюсь, уже в следующем году я смогу свою аудиторию, всех познакомить со своим уже брендом. Здорово. Вот, да. А что будет? Пойдите, да, или это пока конюрческая тайна? Ну, конечно же, это будут основные средства, которые необходимы каждой женщине, вот, и потом мы будем постепенно расширять нашу линейку нашего бренда. Но сначала это будут четыре базовых средства. Пока не скажу, какие. Ну, мы будем следить. Следить за обновлениями, да? Да, да. Да, мы сейчас, ну, как бы уже практически, можно сказать, нашли завод. Я нашла завод, на котором хочется делать свою косметику, вот. Ну, осталось дело за малым, вот, за производством и всем-всем остальным за малым. Ну, знаешь, как ты относишься к своим проектам, мы совершенно не удивимся, если это будет уже скорее, чем в следующем году. Поэтому удачи. Спасибо большое. Да, мы очень посещаемся и хотим попросить совет. Может быть, есть какой-то универсальный совет для тех, кто хочет заниматься своим бизнесом? Что бы ты могла сказать? Ой, универсальный совет. Ну, будет банально звучать, конечно, но самое главное, заниматься тем, что тебе нравится. Вот, и если вы начинаете заниматься своим бизнесом, то нужно быть готовым к тому, что не все сразу будет получаться. Это раз. И быть готовым к тому, чтобы на первых порах не получать ничего. И все отдавать в блогизм. Вот. Зато потом это может принести хорошие-хорошие плоды. Поэтому здесь надо быть именно готовым к этому. То есть, к этому можно быть готовым только, если ты реально горишь и любишь то, чем ты занимаешься. Да, замечательный совет, да. Вероника, у тебя есть вопросы? Я думаю, что мы довольно-таки хорошо справились за час. Да, ну, конечно, у меня больше вопросов, мы можем остаться на второй час, да. Да, ну, мы хотим пожелать огромных тебе успехов, Свет. Спасибо, что позвали, было очень интересно, приятно с вами пообщаться. Да, приятно было также познакомиться. Варя? Ага. Спасибо, Света, большое. Я думаю, что мы немножко раскрыли человека, Свету чуть-чуть с другой стороны, да, расспросили о детстве и так далее, об отношении к бизнесу и так далее, получили совет универсальный. Да, 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 это самое главное. Да. Я думаю, что Светин пример, это пример того, что всегда надо идти вперёд. У неё было много проектов, и выстрелила именно вот косметика, да. Вы можете зайти на её странице и почитать, у неё всё очень хорошо организовано, там сразу первая же стоит моя история, посмотреть, да, всё о ней узнать. Она прекрасная мама, троих детей, прекрасная жена, хорошего мужа, живёт в красивой странице, исполняет свои мечты. Мы очень восхищаемся тобой и благодарим за то, что поделилась с нами своим временем, своей энергией. Я думаю, что многих ты вдохновила. Вмотивируешь. Будем за тобой следить. Спасибо. Спасибо, спасибо, девочки. Всё, пока. Всем пока. Пока-пока.